Всех приветствую, друзья, с вами Джокер, вы на канале Джокер Кипиш, игра у нас в Clash of Kings. Итак, друзья, на просторах Clash ходит куча споров о героях командирах подкрепления, кто же из них лучше. Давайте попытаемся в этом разобраться. У нас было, так скажем, три династии командиров подкрепления. Первая это самая древняя, которая, ну, может были в топе 2-3 недели. Это Железный Страж Юйлин, Страж Рыция, Дальновидный Рейнджер и Мастер Колесниц. Дальше появились более новые, более современные командиры подкрепления. Это Честолюбивая Кавалерия, Святой Щит, Имперский Лучник и Железная Рука. И вот, совсем новые, четыре командира подкрепления. Это Балдуин четвертый, Фридрих первый, Саладин и Ричард первый. И есть куча споров, кого, ребят, использовать. Ну, можем сразу сказать, что старые герои, именно Фиолетовые, давно ушли и канули в историю. А вот предпоследние и самые новые, есть куча споров, типа, кого использовать. Давайте попытаемся в этом разобраться. Но прежде чем, друзья, разбираться, я вам сделаю маленькую короткую рекламу своего телеграм-канала. Вот, друзья, мой телеграм-канал. Буду очень признательный, если вы в него вступите, подпишитесь. Здесь все по Clash. Наши бои, быстрые ролики, ковки. Некоторые просто там какие-то секретики из игры короткие, которые я выкидываю. Не так часто, да, но как только здесь будет больше людей, я буду стараться больше оживлять этот канал. И буду признателен каждому подписчику. Так что, ребят, вступайте. Ссылочка будет в первом закрепленном комментарии. Можете поставить на паузу и вступить. А также, ребят, еще группа. Также имеется здесь ссылка. Перейти в группу можно. Группа для общения. Здесь имеется бот, который контролирует именно оскорбления, флут и так далее. Общение чисто по игре. Это моя первая телеграм-группа. И буду рад видеть здесь каждого игрока. Найдет для себя, так скажем, решение любой проблемы. Можно поставить ее на беззвучное и зайти в любой момент, когда вам нужен вопрос. Спросить, узнать здесь у игроков. Вступайте, я обязательно буду рад с их видеть. Ссылка также находится в первом закрепленном комментарии. А теперь пойдемте разбираться с героями командирами подкреплений. Итак, ребят, я попытаюсь вам рассказать на своем методе. Сразу же могу сказать, что вы видите, что у меня используются все командиры подкреплений новые. И я могу, ребят, вам сказать, что вот, допустим, есть топовые игроки, там, ну, прям, топовые донаты, которые донатили большое время, там, покупали эмблемы. Или ребята, кто занимается кучей ферм, у кого есть куча ферм, которые также копили эмблемы, я знаю таких ребят, и передавали эти эмблемы себе. Если вы такой человек являетесь, обижательно напишите в комментариях, типа, да, это я, это была моя боль, я, там, два года кидал эти эмблемы. И у этих игроков открыты командиры подкреплений, вот эти вот, все на максимум. И их способности, навыки, точнее, сделаны на максимум. Важно здесь способности, они тут все хорошие. Первые способности, давайте вот тут отметим. Самая первая способность у нас, это, это, ну, просто как навык мы ее включаем для получения войск. Вторая способность у нас, это защитный урон осадных орудий. Ну, и, соответственно, у пехоты, у телеги, кавалерии, там, то же самое, все идентично. Здесь у нас наступательный урон, а здесь здоровье. Если же вы закачали это на максимум, то реально ваши герои эти, ну, достаточно будут крутые. Но если же у вас, как у меня, вот такая вот, ну, такие вот качели, там, полтора процента того, полтора этого, 0,5 этого, то в этих героях особого нет смысла, даже при том, что они закачаны здесь на максимум. У меня здесь даже выкручены уроны редкие, которые работают в сборе. Жалко их терять, но это реально не так сильно мне и нужно, так скажем. Вот, сейчас что вам покажу. То же самое здесь у меня, вот, лучников, да, видите, все по единичке. Более-менее у меня прокачанная кавалерия была, но и то я ее забросил, тут, видите, так, по чуть-чуть. Полтора процента того, полтора этого и пехота. Вывод для меня, ну, пехота сильнее всего была развита, потому что раньше я играл в обороне пехоты и качал, старался снижение получаемого урона пехоты качать, точнее, защитный урон пехоты. Редкие проценты, я делал на него ставку, поэтому сюда вкидывал эмблемы, но успехом не увенчался, так скажем. Поэтому, ребят, что могу сказать? Для меня, в моем случае, эти герои абсолютно бесполезны. Любой герой новый, он сильнее, даже с одной звездой. Первая звезда нам сразу же дает сходу 5,75 защитного урона, любого вида войск. Ну, представьте, да, там вам было полтора, а здесь сразу 5,5. Сходу просто. А вторая звезда сразу же хп нам дает без траты эмблемы 3,5. Вот я для себя выкопал на Балдуине и на Фридрихе. Но также я использую героев с одной звездой. Сейчас я копаю себе Саладина, да, но пока что у меня здесь одна звезда, и он комфортно себя чувствует, и, в принципе, все хорошо. 5,75 защитного урона, мне этого достаточно. Поэтому, ребят, даже не думайте, реально, даже не думайте, и, ну, так скажем, нечего тут гадать, потому что они реально круче. Они реально круче, они новые. Ну, всегда, все, что новое делают, это всегда лучше, чем старое. Поэтому, можете тут, открыли, все, 48 уровень, качнули, все, 100%, ребят, ставьте. Почему 48 уровень? Обязательно нужно здесь закрывать надо. Обязательно анти-сдерживание, анти-сдерживание. В каждом герое имеется у нас по 10% того и другого вида язык. Идите, ребят, через центр, чтобы закрыть снижение получаемого, точнее, снижение критического урона войск. А дальше там уже, что вам самим угодно. Поэтому, чем выше уровень, тем лучше. Максимально 48 на них. Вот как-то так. Секундочку. Вот, и, ребят, что хочу добавить. Что у нас получается? У нас, я считаю, что именно вот эти проценты анти-сдерживания, именно в реалиях нашей игры сейчас, это очень редкий и очень, грубо говоря, крутой процент. На него, ну, от него много что зависит. Все ваши войска лучше убивают, все ваши войска лучше живут, подкрепление лучше убивают. Поэтому анти-сдерживание, это то же самое, как и крит, там, это не атака и защита, ребят. Это, ну, там, это совсем другие проценты, это не здоровье. Это редкие проценты, которых в игре мало, соответственно, за них надо держаться. И мой совет вам, обязательно всех их качайте, в первую очередь, какие ставьте, чтобы забрать анти-сдерживание. Что мы получим, ребят? Когда вы поставите всех командиров подкреплений, даже с учетом, что у вас там то-то, то-то раскачано, на старых было, вы не забывайте, что вы получите 40% анти-сдерживания. Почему 40? Потому что вам этот герой даст 10, этот 10, этот 10 и этот 10. По 5, грубо говоря, от того и того. 5 на 5. Точнее, 5 плюс 5. 10 еще на 4 умножить 40. 40 редких, ребят, процентов. Которые, ну, попробуйте качнуть где-то 40 анти-сдерживания в данный момент. Ну, где вы их добудете? Понимаете, да? Как это, ну, на самом деле все достаточно сложно здесь. И чем выше у вас анти-сдерживание, тем сложнее его добывать. Поэтому даже не думайте сразу же. Новый герой открылся, качненный 48 уровень. Все, поставили на стену и забыли. Одели свой снаряжение. Вот как-то так. Кто хочет поспорить, спорить я не буду. Просто пишите, так скажем, ваше мнение. Почему я не прав в комментариях. Высказывайте его. И все. На этом все, друзья. С вами был Джокер. Удачи, играйте, удовольствия, развивайтесь. Завоевывайте королевство. Ну, и главное найти в этой игре себе достойную команду. Все, всем удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok